Всем привет! Вы находитесь на канале про деньги и рынки Дмитрий Шеф. Ну что ж, у нас падение рынка продолжается. Давайте обсудим в этом выпуске, что же у нас происходит на фондовом рынке, на долговом рынке, на валютной паре рубль-доллар. Ну и что следует ожидать от рынка. Почему, собственно, наш рынок падает и не останавливается. Как обычно, смотрите это видео до конца, не перематываем. Все станет предельно понятно. Но чтобы не пропускать новых убесков, обязательно подписывайтесь на этот канал. Ведь на этом канале достаточно неплохая аналитика. Порекомендовать одну крутую акцию от Тинькофф Банка. По кредитной карте Тинькофф Платинум. И по новой акции достаточно крутые условия. Если вы потратите за месяц 5000 рублей, то вам в рамках данной акции вернется кэшбэк в рублях обратно на карту 2000 рублей. Соответственно, потратить 5000 рублей, я думаю, не составит никакой сложности в магазине. И достаточно круто, что вам вернется практически половина данной траты в рублях на карту. У данной карты достаточно много преимуществ. Выпуск и доставка карты абсолютно бесплатно. Вам даже ехать за ней никуда не нужно. Также решение по выдаче карты по паспорту мгновенное. Кредитный лимит аж до 1 миллиона рублей. Перевод до 50000 рублей в месяц на карты других банков без комиссии абсолютно. Ну и чтобы воспользоваться данным крутым приложением, которое действительно достойное, проходите по ссылочке в описании под данным видео, чтобы подать заявку. И в форме заявки вы, во-первых, сможете выбрать уже новые дизайны. Посмотрите, какие крутые дизайны у данных карт можно выбрать на свой вкус. Ну и внизу в заявлении вы будете видеть именно тот прикрепленный промокод, который активируется при подаче данного заявления. И вы автоматически будете участвовать в данной акции. Я думаю, что 2000 никому не помешает и не будут лишними. Поэтому успевайте. Акция по времени ограничена. Ссылочка будет находиться под видео в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Ну а возвращаясь к индексу Московской биржи. Ну и начнем традиционно с разбора индекса Московской биржи с технической точки зрения. Итак, вчера у нас буквально был неплохой отскок. Мы открылись гэпом вверх. Но к вечерке у нас рынок начали сливать. Сливать начали, конечно же, на том, что многие-многие новички на хаях закупились полным портфелем акций на весь депозит, используя плечи и так далее. Соответственно, маржинальные позиции начали с треском проваливаться. И вот эти позиции, кто использует плечи на таких уровнях, начали закрывать по маржин колам. Вчера, собственно, это то также произошло. Мы увидели на этом падение. Ну, главным драйвером из бумаг, конечно же, послужил у нас Газпром, который продолжает свое падение, пробив ту долгосрочную трендовую. И мы видим, что бумага идет у нас ниже. Было правильное решение принято закрыть Газпром и не оставаться в нем. Соответственно, избежать такой жесткой просадки. Ну и, конечно же, перспективы пока что по Газпрому в текущих условиях очень-очень туманны. Ну, а тот, кто остался в Газпроме, сейчас чувствует себя достаточно плохо. Минус все больше и больше растет на его депозите. Мною же было принято правильное решение своевременно, так скажем, зафиксировать его. Ну и, собственно, подписчики, кто подписан на мой канал, думаю, сделали аналогично верное решение. В то же время ситуация несколько усугубляется с давлением на, в целом, экономику на предприятия. Ну и Минфин придумывает все больше и больше возможностей, как доить, собственно, компании. И я думаю, что все-таки доберутся до тех секторов, которые еще не достаточно, скажем, напрягли в части дополнительных сборов налогов. Вот. И я думаю, что давление на некоторые сектора, которые себя чувствовали ранее достаточно неплохо, также будет осуществляться. В связи с этим настроение игроков несколько напряглось, да, несколько снижается. Ну и наряду с тем, что у нас 7-го числа уже будет заседание Центрального банка по ключевой ставке. Вот. И некоторые прогнозы делают достаточно неутешительные. Тот же самый Bloomberg пишет о том, что Банк России может повысить ключевую ставку аж до 18%. Он мотивирует это тем, что эффективности, так скажем, целесообразности не будет, пока от всех этих действий, пока Центральный банк не поднимет ставку до 17,5-18%. Но это даже выше моих ожиданий. Я на самом деле жду повышения ставки до 17%. Кто-то ее и вовсе не ждет, да, считая, что Центральный банк оставит ставку на уровне 16%. Вот. И поэтому здесь достаточно такое интересное событие ожидаемое, вот, которое создает определенные риски и давления на наш фондовый рынок. Ну и давайте опять же с точки зрения техники с вами посмотрим. Ранее я показывал, да, почему, собственно, нужно напрячься и уже продолжительное время говорю о том, что и своим подписчикам, что ни в коем случае нельзя покупать вот на этих уровнях на полный портфель. Максимум на одну третью. Какие-то бумаги, в которых есть идеи, можно было подбирать, да, но ни в коем случае не на весь портфель. В моем же случае у меня кэша практически больше, чем на 80%, и, соответственно, эти деньги работают. Тем самым доля в акциях практически всего лишь 20%, и то всего лишь три позиции, которые я готов докупать, если будет достаточно хорошая коррекция. Поэтому я и мои подписчики, кто следует этой же логике, чувствуют себя на коррекции достаточно неплохо, держа, так скажем, большую долю кэша и ожидая сладких цен. Итак, с технической точки зрения, то есть ранее у нас была трендовая линия, по которой у нас, как по струночке, индекс московской биржи и акции росли. Но пришел черед коррекции на повышение ключевой ставки, на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка, ведь эта пружина сжимается, ведь более стандартные инструменты, которые приносят доходность 16%, а то сейчас 17%, которые дают уже банки на вклады, дает о себе знать. Естественно, ну, кто будет в общей массе рисковать на фондовом рынке, где потенциал в текущих условиях достаточно небольшой, а разместить деньги на вклад под 17% достаточно неплохо в текущих условиях, согласитесь. Соответственно, дураков становится все меньше и меньше, которые готовы покупать на текущих уровнях. Бумаги широким фронтом, соответственно, мы увидели начало распродаж, начало фиксации позиций, что привело к слому данного тренда. Вот. И слом данного тренда говорит нам о том, что настроение игроков изменилось. Ранее настроение игроков было покупай, 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 каждый просадки выкупай, то сейчас, наоборот, пытается на отскоках раздавать позиции. То есть мы это увидели по вчерашнему бару, который в итоге залили. То есть здесь теперь такая достаточно медвежья формация у нас образовалась. То есть у нас вчерашней свечой перекрыли два пытающихся отскока на предыдущих торговых сессиях. То есть фактически у нас поддержка, о которой я заранее прописывал, выдержала 3280, от нее аж целых три дня были отскоки. Но по итогу мы видим, что настроение медведей превалирует. И большая доля вероятности, давайте вот отчертим с вами уровень поддержки, большая доля вероятности того, что мы эту поддержку сегодня попытаемся пробить. И скорее всего мы ее пробьем гэпом вниз, потому что те маржин-колы, которые мы наблюдаем по рынку, то есть брокеры закрывают маржинальные позиции своих клиентов, кто на плечи накупил. Вот здесь, в том же самом возможной и Газпроме. И теперь у нас цель здесь образуется на уровне 3237. То есть фактически мы уйдем на вот этот локальный уровень. Но я бы не обозначивал его как достаточно хороший уровень. Это скорее уровень такой локальный, который может приостановить снижение рынка. Но в целом у нас ситуация будет такая, что мы снова зайдем вот в этот широкий боковик. И раз уж в школе мы зашли в этот боковик, соответственно у нас пойдутся низинки. 3200, ну скажем 3237, если быть точным, далее 3143. Но если эта поддержка у нас не удержит, соответственно 3000 уровень у нас снова будет тестироваться. Ну и здесь, наверное, нужно смотреть на силу рынка. Не торговать в долгую на этих поддержках, а использовать их как отскоки. Ну а если есть какие-то идейные бумаги, ведь коррекция рано или поздно закончится. И соответственно покупай не на росте, а на коррекциях. Вот это такая главная вещь в инвестициях, в трейдинге, что использовать нужно возможности, когда рынок корректируется, а не когда он растет. Ну и соответственно, кто сейчас забил свой портфель по максимуму на 100%, им просто-напросто не на что будет докупать позиции, ну и что-либо покупать. Вот это отличает, так скажем, опытных трейдеров и различных инфо-цыган, которые скупают все подряд, не используя никакие технические знания, ни опыт, у которых опыта, собственно, и нет. Ну и настоящих трейдеров, которые всегда оставляют хотя бы большую часть кэша на таких уровнях в случае падения рынка. Но на что бы я еще обращал внимание? Смотрите, у нас главный триггер рынка, это, конечно же, является по-прежнему Сбербанк. Вот Газпром, понятно, он падает, падает и тянет рынок вниз. Соответственно, у него теперь потенциал после того, как мы пробили вот эту трендовую линию, о которой я говорил ранее, исторической. Если мы ее пробьем, то у нас потенциал снижения будет достаточно обширный. Давайте переключимся сами на месячный таймфрейм и проведем вот эту трендовую линию, которую мы, собственно, пробили. Теперь у нас потенциал снижения здесь открывается следующим образом. Первая у нас поддержка находится на уровне 125, которую, в принципе, мы уже пытаемся пройти, если она не устоит. Следующая поддержка у нас на уровне 110, вот, ну и, соответственно, самая дальняя у нас на уровне 85. И вот здесь уже откроется достаточно неплохая инвестиционная возможность. Хотя, вот, если мы обратим внимание, то фактически у нас есть также старый боковик, нижняя граница которого 110. И здесь, возможно, к Газпрому нужно присматриваться уже на текущих уровнях. Я имею в виду именно инвестиционную часть. Средисточная, спекулятивная, я бы в него, конечно же, не лез. Эта идея, она не особо интересная. Никаких идейностей в Газпроме сейчас локальных нет. Причем нашему рынку не помогает даже отскок доллара. То есть, смотрите, обратите внимание, моя аналитика складывалась к тому, что где-то здесь мы по доллару будем разворачиваться. И, как мы видим с вами, очень даже четко у нас произошел здесь разворот. То есть, моя аналитика снова оказалась верной в этой части. То есть, у меня выработалось такое с опытом некоторое чутье, где я вижу большую долю вероятности тех или иных движений. И по доллару мы пришли к уровню сопротивления. Это, во-первых, у нас нижняя граница узкого боковика на уровне 90, от которой мы, кстати, вчера отбились. А также у нас здесь Яма-200 на уровне 90-29. Соответственно, если мы вот эту границу перебиваем, у нас открывается коридор на уровне 393. Все достаточно очень технично и верно. То есть, если вы знаете технический анализ, обладаете знаниями в этой области, то все достаточно просто определяется. Вот. И фактически у нас получится по индексу Московской биржи, если у нас основные бумаги продолжат падать, вот этот отскок, он теперь у нас покажется лишь отскоком от дальнейшего снижения. Нужно помнить о том, что денежная позиция свободный кэш – это также позиция в вашем портфеле, с помощью которых вы также можете зарабатывать. Вы можете их размещать на фонды ликвидности, можете размещать на вклады, на депозиты, на накопительные счета. Ваши деньги также, эта часть будет работать. Соответственно, ваш портфель не должен состоять полностью из акций. И тем более, в текущих обстоятельствах, я уже это неоднократно говорил в своих выпусках, не более чем на 50%, не менее чем 50% у вас должен быть кэш. Вот. И сейчас, я думаю, вы это начинаете понимать, почему я об этом каждый раз говорю. То есть, любой может зарабатывать на растущем рынке, но не потерять на падающем рынке, на коррекционном рынке, здесь нужно тоже уметь. Ну, а если вы хотите читать мою аналитику в режиме онлайн, разметки и мое мнение по акциям, то, что я покупаю, состав моего портфеля, то ссылочка находится под видео в описании. Это закрытый инвесторский клуб платный, где, собственно, эту всю информацию выкладываю. Подписка на месяц достаточно небольшая, но вы получите достаточно много информации полезной. Ну и, соответственно, параллельно обучаетесь техническому анализу. То есть, я делюсь своим опытом. Но опыт, конечно же, я даю не бесплатно, потому что опыт наработан годами. Но кто хочет обучиться, соответственно, потратив копейки на один месяц, это никаким образом не составит труда. Третья ссылка – это подписка на бесплатный телеграмм новостной, где я выкладываю всю важную информацию по новостям, соответственно, со своими комментариями. Ну и вторая ссылка – это, если вы хотите заказать карту Тинькофф с кэшбэком 2000 рублей, ссылочка находится под видео в описании также. Также все ссылки находятся в первом закрепленном комментарии. Взять то же самое ВК. То есть, я по нему давал раскладку, как я вижу с технической точки зрения. То есть, писал, что у ВК локально картина «Медвежья». Описывал эту ситуацию, да, то есть, мы вышли из клина вниз, пробив нижнюю его границу. Соответственно, цели снижения по ВК я указал, где он мне будет интересен. Напомню, что я ВК фиксировал вот на этом отскоке, на самых хаях этого отскока. Здесь технически все это было подтверждено тем, что у нас вверх данного клина. Ну и, соответственно, позиции по ВК у меня нет. Вот, поэтому все действия по нему были сделаны верно. Ну, собственно, такие технические раскладки я также описываю в своем закрытом инвесторском клубе. Ведь вовремя выйти из позиции – это тоже нужно уметь, тоже нужно делать своевременно. Вот, мы пробили его, этот клин, вниз, тестировали снизу вверх. Соответственно, цели у нас открываются достаточно здесь, обширные, снизу. Вот, ну, а мы видим, что как раз вот этот хай был, во-первых, наравне с предыдущим максимумом. Ну и, соответственно, также этот хай у нас совпал с верхней границей данного клина. Также немаловажно, я бы обращал внимание сейчас на Сбербанк, который сейчас пока что находится у нас на трендовой линии. Но если эта трендовая линия у нас не устоит, я думаю, в Сбербанке также очень много залезло плечевиков. Соответственно, если вот Сбербанк начнут выносить, если он пробьет вот эту трендовую линию, на которой он также достаточно продолжительное время стоит, то здесь для рынка будет все достаточно выглядеть тускло, плохо, да, и наш рынок будет достаточно жестко корректироваться. То есть, если мы пробиваем вот эту трендовую линию, у нас первая цель это уровень 310-305, но если мы вот этот боковик проходим, соответственно, далее у нас отрывается уровень 300 ровно. Вот, ниже у нас достаточно хороший уровень на уровне 290, ну и далее уже как пойдет. Но пока что мы видим, Сбербанк стоит у нас на месте, в основном индексы сейчас тянут такие тяжеловесы, как тот же самый Газпром. Вот, параллельно у нас выходят отчеты, по многим компания отчеты не очень-то хорошие, да, у нас многие компании отменяют те же самые дивиденды. Это влияет, конечно же, на настроение игроков. Если еще к этому настроению у нас добавится негативный настрой по Сбербанку, то это будет, конечно же, трэш и обвал на нашем фондовом рынке. Поэтому без паники, главное иметь свою стратегию. Причем, если рынок снижается, то не нужно пытаться что-то быстро скупать, там, докупать судорожно. Вот, нужно ждать каких-то более-менее внятных уровней, от которых действительно цена будет, так скажем, удерживаться, да, а не будут закрывать под маржин-колом позиции плечевиков. Вот, и, соответственно, уже исходя из этого, докупать позиции, какие-то формировать новые позиции. Ведь коррекция – это всегда возможность, а те, кто паникует, соответственно, делают неверные решения. Но и также, если мы с вами обратим внимание на долговой рынок, то он продолжает у нас падать. То есть мы сейчас пришли к отметке уровня 108, вот, и, соответственно, похоже, у нас долговой рынок останавливаться не желает. Фактически у нас уровень 107,7 является поддержкой. Далее у нас следующий уровень находится на уровне 106,8. Ну, и, соответственно, я думаю, что рынок в любом случае долговой закладывает возможное решение по ключевой ставке. И вот по поведению долгового рынка в целом мы можем с вами говорить о том, что, да, действительно, большая доля вероятности, что центральный банк поднимет до 17%. Ну, и, как считает Bloomberg, на самом деле это будет достаточно негативным вариантом, если центральный банк поднимет до 18%. Я, конечно же, да, такого уровня не ожидаю. Хотя центральный банк у нас вот работает как-то несколько запоздало, да, то есть две предыдущих сессии, да, где было рассмотрение ключевой ставки, центральный банк рассматривал повышение до 17%, но оставлял на уровне 16%. То, конечно же, если мы видим, что инфляция достаточно держится на высоком уровне и при этом еще растет, то центральный банк в запоздалом виде может поднять сразу на два пункта. Я этому не удивлюсь. Вот, но мои ожидания, опять же, что центральный банк поднимет до 17%. И, в принципе, это уже заложено в рынке. Но, еще раз, что нужно понимать, нужно понимать тот факт, что, ну, игроки, конечно же, сравнивают риски, потенциал, вот, и, соответственно, смысл рисковать, когда можно размстить пока что как минимум на два месяца под ставку 17% во вклад в банки, да, и при этом не иметь такого рыночного риска. Вот, мы видим, что действительно идут продажи. Отскоки, которые у нас происходят, пытаются снова найти отскоки, использовать как возможность распродать бумаги. Поэтому, что здесь хотелось бы сказать в итоге. Ну, нужно уметь ждать, нужно уметь не нажимать на кнопки покупать, да, в различных ситуациях, увидев небольшую коррекцию. Вот, ведь потратив весь кэш, вы просто в дальнейшем не сможете усреднять, потому что вам просто не на что будет это делать. Вот, ну, и, соответственно, ждать более таких интересных уровней. Если мы вот этот уровень пробиваем, а я думаю, что мы сегодня его попытаемся пробить, соответственно, у нас будет достигнут уровень 3237. Сегодня, судя по характеру вчерашней закрытой свечи, у нас будет сегодня опускаться рынок на уровень ниже. Но и в дальнейшем, если мы его не удержим, то, я думаю, потенциал все же у нас откроется на нижнюю границу снова данного широкого баковика. Ребят, вот такой вот небольшой обзор. У нас сегодня, кстати, еще пятница. Могут закрывать и шортовые позиции, кто открывал. Соответственно, каких-то очень глобальных движений я сегодня не жду. Но и позитивного пока что у нас ничего нет. У нас идет давление в целом на рынок, на ожидание ключевой ставки. У нас идут разговоры о новых налогах, что, естественно, будет съедать маржинальность некоторых сырьевых секторов. В зависимости от того, на какие секторы снова наложат эти сверхдоходы. Соответственно, это все скажется и на будущих дивидендах. То есть у нас развивается некая такая цепочка уже на 2025 год. Соответственно, дивидендная доходность может подвержена быть некому давлению уже в следующем году. Вот такой вот, ребята, обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, а все ссылочки на мои соцсети находятся под видео в описании. Всех хороших торгов, всем терпения, не унывать, не рисковать особо, но уметь при этом ждать и принимать верные решения. Всем удачи, всем пока-пока.